Мне очень приятно, что вы так думаете Популярный, успешный Кто не рискует, тот не под шампанского Мы сейчас находимся на Борис-арене Сегодня в Астане пройдет большой концерт Дмитрия Монатика Кружит голову Будет также Данелия Тулешева Просто на секундочку Вместимость Борис-арены это 12 тысяч человек Представляете, 12 тысяч астанчан Сегодня будут слушать топового артиста Украины Здравствуйте, Дмитрий Я тоже, знаете, операцию перехватила Хочу взять у вас небольшое интервью Вы на сегодняшний день являетесь одним из топовых артистов Украины Что смущает тебя? Нет, ну это приятно, конечно Приятно, когда так говорят Но как-то в голову я себе это не пускаю Мне кажется, что какие-то такие моменты Подбрасывание себя в категории топ Популярный, успешный Немножко мешают в работе Но что вы чувствуете, когда вы выступаете? Вот у нас на Борис-арене 12 тысяч зрителей Я, честно говоря, вот сейчас вышел на саундчек и прибалдел от пространства и переживаю, конечно Переживаете? А мне интересно, вот артист, когда выходит на такую тысячную, да, многотысячную аудиторию Какие чувства? То есть это же и ответственность, и признание, да? То есть это вот встреча с поклонниками? Это очень сложно описать Это симбиоз чувств От тревоги до счастья И, ну, что-то в комплексе Это, ну, это, наверное Вот я, наверное, это отправлю в категорию предсценический Предсценическая эйфория, наверное Она такая, абсолютно другая Но это то, на что ты однажды подсел И то, чего требует организм вновь и вновь Вот, поэтому я сейчас хожу такой весь, как еж А скажите, вот когда вы впервые вышли на большую сцену? Ну, у каждого же свое субъективное отношение к большой сцене Вот какая-то такая, прям моя большая сцена Она была абсолютно недавно, 20 октября 2017 года Это шоу «Витамин Д», когда мы впервые его показали в Киеве Это очень большая сцена, очень большое пространство Но до этого были «Атлас Викинг» До этого был разогрев Светланы Лободы Очень большая сцена До этого был разогрев Ивана Дорна За что я очень благодарен этим людям Очень большая сцена Но первая, наверное, первая в голове, которая Это мне, наверное, 14 лет было И мы с DBS Crew, это лучшая команда по брейк-дансу Делали шоу-кейс танцевальный в городе Тернополь И это была тоже очень большая аудитория Первый раз, когда я безумно переживал о выходе на сцену О том, чтобы все сделать правильно, технично Из первых воспоминаний Я почему спрашиваю? Мне кажется, сцена, вообще, я сама просто телеведущая Сцена такая заразная вещь То есть, как только ты один раз выходишь на сцену Ты потом без сцены жить не можешь Ну, и сцены, и аплодисменты, это то, на что подсаживаешься 100% Просто любая сцена, она вызывает одинаковое чувство Пусть это будет маленький клуб на 50 человек Или огромная арена на 12 тысяч А чувства те же А что вам помогает оставаться таким адекватным, приземленным человеком? Потому что, имея успех, да, я знаю, что вы к своему успеху шли очень долго, да? Что вам... Потому что очень много случаев и много историй Когда артисты подсаживаются на наркотики, да, спиваются То есть, разные ситуации Ну, это вот человеку обычному тяжело такое пережить Вот что вам лично помогает? Во-первых, я помню каждый свой шаг И вы правильно заметили, этот путь был действительно очень длинным Путь, который позволяет сделать выводы, упасть, подняться Что-то для себя решить А тем самым оставаться и держать себя в руках, оставаться собой Все-все приходит, вот, мне кажется, с возрастом и вовремя Мне кажется, люди, которые этого не понимают Это люди, которым, ну, очень быстро дается В нашем случае это было крайне долго То есть, когда ты долго идешь к успеху Такого головокружительного сноса, крыши нет? Когда ты долго идешь к тому, к чему ты стремился И о чем ты мечтал, ты ценишь каждую секунду И трезво оцениваешь всю ситуацию Сколько билетов продали? Ориентировочно продано в районе 6 тысяч 6 тысяч, а в среднем сколько билет стоил? Средняя цена, ну, там была ценовая от 3,5 до 12 тысяч От 3 до 12 тысяч Да Мы сейчас поднялись на четвертый этаж На Борис-арене, это VIP-зона Данелия Тулешева в одной из этих кабинок Привет, приятного аппетита Спасибо Чем тебя здесь кормят, рассказывай А меня здесь кормят очень вкусно Что тебе, что за салатик? Это кто принес? Мама? Мама Мама? Да То есть, она тебе полностью все прописывает Да То есть, ты, твой главный продюсер Твой, значит, продюсер, контролер, это твоя мама Да Ты ее слушаешь беспрекословно или же все-таки иногда капризничаешь? Конечно, иногда капризничаю, потому что иногда я не согласна Да? Слушай, сегодня ты выступаешь на большой сцене Ты знаешь, сколько зрителей на Борис-арене можно собрать? Да, 11 тысяч человек 12 тысяч 12 тысяч человек Ты уже выступала на такой сцене, где собираются 12 тысяч человек? Нет, еще не выступала Не выступала Волнуешься? Конечно, волнуюсь, потому что хочется полностью, чтобы зрители схватили шок, чтобы все было прекрасно Петь вживую будете? Конечно, петь вживую буду Думаю искать буду Вечность так и произошло В том, где Ая нашла Здесь Вместе с каждым из вас Данелия, сколько тебе лет? Мне 11 лет 11 лет Такой успех Ты поешь вживую Ты уже пела на больших площадках, да? Ты же на большом концерте монатиков в Киеве тоже выступала? Да Но это был не Димин концерт Это был конкурс Сан Ремо Джуниор Где Дима принял участие И я с ним спела его песню «Вечность» Скажи мне, как ты думаешь, в чем секрет твоего успеха? Что тебе дает такую свободу? Вот я наблюдаю за тобой и вижу, как ты свободно себя чувствуешь на сцене Потому что я даже знаю многих, знаешь, взрослых артистов Которые все равно как-то себя скованно, знаешь, стесняются А у тебя этого нет? Ну, мне очень приятно, что вы так думаете Я просто, ну, расслабляюсь, когда выхожу на сцену Перед сценой, конечно, присутствует волнение Но когда ты уже выходишь и видишь эту поддержку зрителей Эти взгляды зрителей Ты понимаешь, что здесь переживать не о чем И можно просто расслабиться и петь Хорошо, вот знаешь, многие дети думают, что успех успешных детей Это все-таки заслуга родителей, да? Что вот родители водили там на вокал Или, я не знаю, там на теннис, на каток Вот скажи нам, кто приложил руку вот к твоему успеху? То есть это было твое желание петь, да? Или же это желание родителей? Конечно, это было мое желание Потому что если бы это не было моим желанием У меня очень хорошие родители Они бы просто сказали хорошо Ну, и я бы сказала, чем я хочу заниматься И они, конечно, поддержали мое желание И то, чем я хочу заниматься в будущем Но это было чисто мое желание И я очень благодарна родителям То, что они мне в этом помогают И я их очень сильно люблю Данелия, скажи, пожалуйста Вот в каком возрасте ты впервые поняла Что тебе нравится петь? Вообще я петь, как все люди Еще с детства, с самого раннего детства С три годика У нас было такое караоке И мы включали песни и пели Но это было не пение, это было просто... Вот видите, дорогие родители Нужно покупать караоке Если вы хотите вырастить из своих детей артистов Караоке Вот мы уже получили первую очень полезную Такую информацию Еще что? Ну, потом у нас были такие мини-семейные концерты Мы просто пели в эту, как там, знаете, стрелялку Есть же такой, в круг стреляете Да-да-да Вот, и там попадаешь И мы вот в эту штуку пели И, ну, нас просто снимали И мы с Тимой, мы с моим братиком пели И нам доставляло это удовольствие И бабушкам и дедушкам доставляло это удовольствие То есть ты начала петь в три года Мы просто сидели с мамой, она мне говорит песни, которые нравится И такая Ну все, давай вот, пой И потом говорим А вот здесь вот так А вот здесь вот так Ну, это просто я пела для мамы Вот И решила спеть песню, которая мне действительно нравится И с этой песней все именно началось Я пошла на кастинг с этой песней И прошла на конкурсы Аллахана Стана И там победила И все так вот Все так легко Мы хотим выразить от всех казахстанцев Благодарность за то, что вы поддержали Данелю Тулешеву Она сегодня выступает у вас на концерте А вот какой у нее потенциал? Сможет ли она вообще покорить Европу и весь мир? Я говорил уже и буду повторять, что в моем понимании Даня это, во-первых, достояние Казахстана Это будет очень неправильно сказать, что только Казахстан Она достояние мира, достояние планеты Я искренне вижу ее мировой артисткой с большой буквы Спасибо вам большое И спасибо за то, что вы, будучи уже таким состоявшимся артистом Помогаете молодым талантам Всегда рад Я же тоже был таким Я тоже мечтал Поэтому как прекрасно, когда есть люди, которые могут И плюс, ну, когда у ребенка горят глаза Когда тут, ну, не вооруженным взглядом понятно, что это талант от Бога Ну, да мне самому большая честь и радость С ней еще раз петь и выйти на эту сцену И хоть как-то быть причастным к творчеству такого потрясающего ребенка Спасибо большое Я желаю вам удачи Не буду вас задерживать Спасибо, было очень хорошо У вас концерт, да, спасибо Будем наслаждаться вашим выступлением сегодня Спасибо, удачи Организаторы вы всегда такие, знаете, запыханные Мне кажется, организаторы всегда ждут окончания мероприятия Очень ждем Очень торопимся Морал открыла в Астане компанию Joy совместно с украинским партнером Да, Алена Ромайская Вот мы совместно создали этот проект Ну, я так думаю, что Загрузили себя Загрузили вообще по полной программе Теперь загрузили себя Знаете, никто, так сказать, бизнесменов вообще не загоняет ни в какую кабалу Люди сами, да То есть она сама себе придумала работу Соберете 12 тысяч зрителей сегодня? Я думаю, что, наверное, обязательно Но билеты проданы Продаются до сих пор Продаются до сих пор Но все-таки это же бизнес Это бизнес, да Я знаю, что очень многие компании рисковали Приглашая известных артистов И не собирали залы Были и такие случаи? Да, были Кто не рискует, тот не пьет шампанского Но для вас самое главное Отбить гонорар Отбить все свои расходы? Да Это самое главное Мы пока не гонимся за прибылью Потому что мы только зашли на рынок Мы очень молодые И у нас очень грандиозные планы А сколько стоит аренда Борис-арены? А я не знаю, можно ли это вообще оглашать Поэтому я, наверное, не отвечу Ну, примерно, примерно Миллион, два, три, пять Ну, вот как-то уже теплее Семь? Нет, чуть-чуть дешевле Дешевле Ну, где-то около пяти-шести миллионов Ну, где-то так, да Все, хорошо, спасибо Мы читали очень много интервью И смотрели много интервью с Данелли Но не так много интервью с мамой Данелли, Еленой Елена, скажите, пожалуйста Вот кто вам дал такую идею Поехать на украинский конкурс? Ну, как нам дали? Во-первых, нас оттуда приглашали уже два года И потом, когда мы познакомились с нашим педагогом Натальей Она вот нам и посоветовала Не то, что посоветовала Она сказала, не надо бояться Давайте попробуем Что-то должно получиться Если мы будем все время сидеть Просто у нее нет роста Нужно обязательно пойти и учиться Слушайте, это была гениальная вообще мысль Гениальная идея Потому что можно бесконечно участвовать в разных конкурсах у нас в стране А нужно один раз вот так вот выехать, рискнуть И в итоге сейчас Данелли просто партнер Монатика Да Дима столько лет шел к своему успеху А у Данелли, видите, у нее звезда зажиглась в таком раннем возрасте Очень раннем и очень как-то быстро Я надеюсь, что она достойна эту славу И вот это все будет нести дальше Елена, скажите, а вы не боитесь, что вот, знаете, возьмем Бритни Спирс, да? Те, кто очень быстро начинает, затем очень быстро гаснут Не, ну как быстро? Бритни Спирс, она вела концертную деятельность Она очень рано стала, независимо от родителей Этого я не позволю Данелли будет... Ну, тоже под вопросом Нет, конечно, нужно с детьми разговаривать Нужно детей не то что воспитывать, а всегда с ними разговаривать, прислушиваться Тогда они будут уважать твое мнение И, возможно, в будущем, когда наступят эти страшные 18 лет Может быть, да, они будут также прислушиваться к нам И следовать советам, которые мы даем Я думаю, что действительно, конечно, риск есть, да? Но волков боятся в лес не ходить, да? Я думаю, что всегда, если вот такой ребенок, как Данеллия Я думаю, ее ждет большое будущее, большой успех И особенно, конечно, с такой мамой Но скажите, все-таки это вот успех Данеллии, да, на сегодняшний день Вот если в процентном соотношении Вот родители, да, чтобы вот родители понимали Нужно ли нам, родителям, вкладываться в детей Или же нужно ждать, когда дети сами будут чего-то хотеть? Не, ну, вкладываться как? Конечно, нужно вкладываться в любом случае Пение это, спорт ли это, еще что-то Это все равно, даже учеба, если все равно Это вы сами понимаете, у вас у самой есть дочь Поэтому это, я говорю, нужно смотреть просто на то, к чему лежит душа у ребенка Если не лежит, то бесполезно, мне кажется, туда что-то, какие-то свои амбиции Нет, у нас получилось не так, что я поверила в нее Наша семья поверила, супруг поверил И самое главное, в нас поверил наш педагог Сегодня мы узнаем все секреты Данеллии Тулешевой Потому что мы сейчас еще познакомимся с педагогом Данеллией, Натальей Наталья, сколько лет вы занимаетесь с Данеллией? С Данеллечкой мы начали заниматься около двух лет назад Всего два года? До этого Данелля тоже занималась вокалом Просто это так было, не на постоянной основе То есть это были групповые занятия, какие-то отдельные мастер-классы А когда мы уже два года назад познакомились, у нас уже какая-то общая цель появилась Данелли, ты уже зарабатываешь деньги? Я, если честно, не знаю Это все решают мои родители Я просто, меня ставят в курс, какую песню должна петь И иногда даже я сама выбираю И что мне очень нравится Я выхожу, просто пою для тех людей, которым нравится мое творчество И которые пригласились петь на мероприятии И мне очень приятно, что меня приглашают И я просто, ну я в это не понимаю А что у нас происходит со школой? Как учителя, директор школы реагирует на отсутствие твое? Я очень ответственная, я считаю Потому что я не люблю пропускать школу Если я пропускаю, я смотрю домашние задания Или просто смотрю темы И заранее их прохожу И я стараюсь быть отличницей Но в этой четверти у меня на четверка И я очень печальная была Я узнала об этом, когда мы были в Киеве Перед выступлением И я очень была расстроена Молодец, учительница Смотрите, кто пришел на концерт Монатика Даурен Ты пришел потому, что ты являешься информационным партнером? Ну и поддержать, да, как партнер И послушать, в принципе, у него контент офигенный Скажи мне, какая твоя любимая песня Монатика? Последняя песня Какая? Напой ее Ой, я же вообще... У меня вообще голоса нет Ну давай, как сможешь Как сможешь Нет Говорят А? Попробуй принять, когда расчет встретиться Да он прекрасный Это на тебе же выступление хорошее Ну да Да не, в принципе, из Димы их другого и не выглядела Там, знаете, сейчас это так пойдет Ну, видите, я думал, что его подарили Он невероятный просто Да такая энергетика положительная здесь Ну, Данеля просто, она как бы, она очень скромная Она никогда не ведет себя как-то так вызывающе Или никогда не показывает, что она Она со своими одноклассниками, она их обожает Мы, честно говоря, ничего не знаем Но потом у нас ужин Кушать надо будет, горяченько ем Да, вчера Данеля Диме посоветовала Говорит, вы должны обязательно попробовать наше блюдо Беш-пармак Да Вчера его приготовить не успели И вот сегодня будем есть беш Ой, вчера были на вашем радио, радио Астана Азаматы и Азаматы Ой, слушайте, это нечто прям Какие молодцы, здорово Такой живой эфир, такой классный Прям мы не ожидали У нас же в Алма-Ате нету этого радио Я еще сижу, думаю, не может быть Я все страдала, когда русские перцы Помните, русские перцы, вот когда они ушли Селезневого Я, честно говоря, полгода у меня было какое-то такое голодание Я умирала просто Как мне их не хватало Я не могла, я до сих пор не привыкла к новым И вот я ждала, 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 ждала И, в общем, вчера сижу и ловлю себя на мысли Ёлки-палки, вот, вот, вот замена моему голоданию Мы уже здесь жили Эта Неля вообще здесь родилась Она родилась в первом роддоме возле ЖД вокзала Я буду в нормативе Мы тоже там родились Я никогда не забуду этот опыт Никогда Он навечно останется в моей памяти Все, кто со мной, они все там родились В этом роддоме Да, ну вот, вот, пожалуйста Не, ну сейчас есть где у вас перинатальный центр же, да А тогда же ничего не было И мы родились там, да Это было весело Да Вот, так что, вот видите, какое совпадение Вот у нас с вами общие, как раз-таки И не тема, а как общая наша какая-то Да, да, да Зацепились Рот, дом Нет, мы уехали, когда до Неля четыре с половиной месяца было Вот И мы отсюда переехали обратно в Алма-Ату А так мы здесь жили четыре года Здравствуйте, Мансур Вы являетесь сыном главного организатора сегодняшнего концерта Вот вы маме как-то подсказывали, вот, что именно Монатика нужно пригласить в Астану Ну, в основном я его не слушаю, но мне нравится Нравится? Да То есть вы рады, что именно Монатик приехал? Да, конечно Или же вы хотели, чтобы приехал, там, может быть, Тимати Нет, Тимати я вообще не люблю Монатик лучше Монатик лучше? А кого вы еще слушаете? Кто вам еще нравится? Скриптонит скоро на дня, ой, скоро приедет где-то Вы тоже слушаете Скрипи, да? Да Жанель, а вы тоже слушаете Скрипи? Нет, я Скрипи не слушаю, я слушаю Монатика То есть вы когда узнали, что Монатик будет в Астане, обрадовались? Я очень была рада Отлично Ой, вообще, честно говоря, у нас, мы особо не готовимся, потому что она, в принципе, еще ребенок Ей особо не краситься не надо, ничего Поэтому, да, вот мы единственное не успели, вот бровки, да Все равно артист, он должен быть артистом, он должен дарить праздник, красоту Поэтому бровки, в принципе, я и позволяю Иногда чуть-чуть ресницы, но не всегда Вот, а так она не красится на сцену И волосы, да, и волосы мы, в принципе, тоже, как бы, не мучаем Это сегодня мы решили, как бы, просто выпендриться и выпрямить волосы еще больше Мы Данели шили костюм, который, как раз, будет по-весеннему яркий Далить солнце Сегодня же витамин Д Сегодня нужно дарить прям витамин Д Астане, которого не хватает Инстаграм ведет на Данеля, но его мы, конечно, просматриваем обязательно Потому что, сами понимаете, дети Но нам повезло, у нас очень адекватные очень И подписчики, и вот, которые вот, Данели, нравится Данели на творчество Очень мало негатива, практически его нет Практически его нет И поэтому, слава богу, что нам не приходится особо кого-то блокировать или еще что-то Был единственный случай, и то нам пришлось девочку заблокировать, потому что Данели в подписчиках очень много детей И не хотелось бы, чтобы вот этот, ну вот, вот эти нехорошие слова, они читали и видели Это немного неправильно, и нам пришлось девочку заблокировать А так, в принципе, это единственный случай, когда вот нам пришлось так поступить Я, наверное, если вы подписаны на, вы подписаны на Данели? Так, понятно А мы даем вам, значит, интервью Кошмар, и мы еще после этого стоим, жертвуем своим временем Да, подожди Да, вот, ну, в общем, как бы мы, у нас там в основном очень хорошие люди, которые всегда желают Но единственное, Данели, конечно, не успевает отвечать всем в директ потом также до на комментарии все говорят что вот некоторые есть что ты отвечаешь только звездам еще что-то нет это не так просто иногда данеля у нас может кто-то и думать что она очень раскрепощенной или такая общительность он даже взрослому иногда неудобно отвечать незнакомому человеку да и данеля конечно считает и очень приятно но она иногда стесняется что-то писать или отвечать вот это не из-за того что она зазналась или не хочет нет вот а так мы конечно же отслеживаем все комментарии мы отслеживаем что она выкладывает иногда она получает по шапке но принципе она адекватно пользуется мы еще не за не начинали заниматься не возобновили занятия по вокалу потому что у нас нет времени выступления поездки выступления поездки учеба вот ему вот только сейчас это мы сейчас она вот уезжает на учебу вот на месяц и мы только вот в мае начнем опять заниматься жизнь кипит но принципе вы знаете сейчас вот сколько я не спрашиваю моих подруг а вообще в школе у всех дети очень занятые вот и по нескольку языков и танцы и какие-то единоборства вообще иногда думаю господи какие мы лентяи вот серьезно какие мы лентяи как они все успевают я вообще в шоке так что мы не особо загружены ну и с другой стороны знаете я не знаю застали вы это детство не застали юность что лучше учиться и занять ребенка по максимуму чем шататься по урокам это я застала я сама была такой и я думаю что наверное хотя некоторые говорят вот на эти много же сейчас сталкиваетесь да то что пишут вот мы в этом возрасте а вот у нас было настоящее детство а вот мы сидели там играли в то сюда вот мы даем интервью что случилось наташа сейчас идет сейчас я отправляю а я спущусь вниз она получит а что мы информацию какую-то вот на чем а ну вот что мы остановились то то что вот играли мы в то все там в классике в казаки разбойники время меняется и если постоянно страдать как бы по прошлому это тоже принципе неправильно всему свое время и у каждого времени есть свои увлечения свои какие-то интересы вот я заметила что все трезво мыслящие люди они далеко идут и вот как только что отметил дмитрий монатик действительно когда ты идешь к своему успеху степ-бай-степ все в твоей жизни получается так как надо то есть ты в итоге приходишь к своему большому успеху хотя бывают случаи когда люди на сцену выходят и тут же тут же ты получаешь фидбэк и в во всем да то есть и ты чувствуешь это и по гонорарам по всему но я считаю что все-таки действительно такой успех степ-бай-степ он самый правильный а а а